Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер. Мы сходили в лес и набрали вот такой красоты в лесу. Это белые грибы. Какие красивые. Теперь их нужно обработать и каким-то образом заготовить. Кроме белых, мы еще собрали подберезовики. Вот так они выглядят. Коричневая шляпка. У них ножка похожа на березовый ствол. Они растут только там, где березы. И еще у меня есть один подосиновик. Такой классический. Красная шляпка. Тоже у него ножка очень похожа на ножку подберезовика. Вот такие вот грибочки благородные. Их можно заморозить, их можно посушить. Вот этим я и буду сегодня заниматься, готовить их к дальнейшему хранению. Чтобы зимой полакомиться вкусными-вкусными грибами. Что я делаю дальше? Значит, у меня лучше отдельно замораживать, либо сушить ножки и шляпки. Сейчас я, наверное... Ну и пока их нужно обработать до того, как я их помыла. Поэтому, что я делаю? Сейчас я возьму дощечку, чтобы мне было удобно. Или как-то так. Ладно, возьму сначала миску. Для начала мне нужно... Так как гриб, когда мы его нашли в лесу, мы его не срезаем, мы его выкручиваем. Поэтому он приехал домой вот так вот с землей. В первую очередь мне нужно срезать вот эту землю. С него. Естественно, потом мне надо их помыть. Шляпку и ножку я буду по-разному заготавливать. Шляпку я посушу, а ножку заморожу. Самый вкусный суп грибной будет из ножек белых грибов. Еще когда вы зимой покупаете шампиньоны, и не только зимой, можно добавить вот этих замороженных кусочек порционно. Сохраните в морозилке. И добавить совсем чуть-чуть к шампиньонам, и шампиньоны превратятся в лесные грибы. Так что я отдельно... Ну, я сначала помою, а потом уже буду показывать, что я буду делать дальше. Грибы очень красивые, чистенькие. Они не бывают червивыми. Что касается... Вот. Под березовик, а то шляпка очень хорошо отделяется от ножки. Вот эти вот следы внизу, это, скорее всего, улитки. А так грибочек очень-очень чистый. Ну, только тут шляпку помыть от лесной пыли. А тут... Тут вообще чистота и красота. Ну, в общем, я вот так срезаю это все. Ну, а потом, что не срежу, то помою. Сейчас попробую тут. Ну, вот так отделяется ножка в белом грибе. Шляпки я буду сушить. Я уже об этом сказала. Вот эти маленькие, я, наверное, их буду прям целиком сушить. Вот эти чуть-чуть побольше. Я их разделю на две части. Такие можно, наверное, вот так на три. Тут вообще есть микроскопическая шляпка. Сбор грибов, это, конечно, еще то удовольствие. Это очень интересно и увлекательно. Беру сушилку. Ну, вернее, не сушилку, а поддон для сушилки. И раскладываю. Ну, можно посушить, конечно, и на улице, как сушат на воздухе, прям на нитку нанизывают и сушат. Либо просто на воздухе, они тоже будут сохнуть. Такую шляпку как-то так нарежу. чтобы потом, когда, допустим, буду варить суп или буду варить какое-нибудь жаркое готовить, чтобы эти грибы, вот они потом восстановятся до практически такого состояния. Ну, чтобы они чувствовались и не превратились в пыль. Вот так вот я раскладываю. Потом покажу, как они усохнут и как будут выглядеть после сушки. Что касается ножек, сейчас я их тоже разложу. Вот. Это шляпки. Пошли сушиться. Потом посмотрим, как это все изменится. Ножки. ножки я нарежу так колечками и отправлю в морозилку. Вот так. Ножки чистые, красивые. Вот так. Все. И от белых грибов, и от подберезовиков. У меня специальные пакеты для заморозки. Либо это могут быть какие-то контейнеры. Все, что угодно. Вот таким образом я нарезала. Ну, это вот одна порция, допустим, на суп. Да, беру пакет для заморозки. И складываю сюда. Можно нарезать и больше. Пакет позволяет, допустим, разделить на две части. Да, тут одну часть, тут вторую. Вот так его сложить, и у вас будет как бы две порции, потому что у меня пакет большой. Ну, вот, допустим, одна порция. и в этот же пакет можно положить еще столько же. Вот, допустим, вот там, да, а сюда добавить еще. И будет такая вот порция для супа. И в морозилочку. Все замечательно. Грибы высохли. Аромат фантастический сейчас в квартире. это, это, ножки от зонтиков. Я из них сделаю грибной порошок. Как готовить зонтики на канале видео. Либо уже есть, либо будет в ближайшем время. Ссылочку оставлю. Вот они все, шляпки, ножки. Все, что тут у меня было, я все это высушила. Теперь я переложу сухие грибы в стеклянную баночку и буду хранить просто в шкафчике в кухне. Но они будут недолго у меня храниться, потому что я их очень-очень скоро использую. И замороженные. Вот я большой пакет я вот так вот на две части разложила и вот они замерзли в порцион на грибочке. Вот таким образом очень просто можно сохранить белые грибы и в дальнейшем готовить вкусные блюда. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.